Грамоты для лучших спортсменов и тренеров. Федерация Восточных Боевых Единоборств Донецкой Народной Республики поошли членов сборной, которые успешно представляли нашу страну на соревнованиях за границей. Подробности в материале Дмитрия Кима. Подведение итогов пройденного пути. Именно так о мероприятии отзывается президент Федерации Восточного Боевого Единоборства Республики Владимир Марков. Отстаивать честь нашей страны за ее пределами – большая ответственность для спортсменов. С этим, убежден наставник, члены сборной успешно справляются. Наградить тех, кто на соревнованиях за пределами республики стал призерами или победителями соревнований, при том соревнований не ниже уровня Южного и Северо-Кавказского федерального округа, всероссийских соревнований, чемпионатов и Кубков России. Немалое количество наград, подготовленных для спортсменов, оправдано. Как отмечает Владимир Марков, наши ребята выступают на высоком конкурентном уровне, в том числе и для российских спортсменов, одних из самых сильных в этом боевом искусстве. На сегодняшний день спортсмены Российской Федерации по нашему виду спорта являются ведущими в Европе и мире. В Европе они занимают столько призовых мест и получают столько баллов, сколько 3-5 команд, идущие за ними. На мире, на чемпионате мира, они проигрывают только японцам. Несмотря на коронавирусную инфекцию, ребята продолжали тренировки, соблюдая все рекомендации Министерства здравоохранения республики. Мы усердно тренировались в период самоподготовки, работали, насколько позволяло законодательство, насколько позволяли нам здесь местные указы. Мы тренировались, естественно, никто ни на день не останавливался. Кто дома, кто в парках, кто на персональных тренировках, кто как. А уже в конце 2020 года мы выехали, видно, на Кубок России, Всероссийские соревнования. В ходе мероприятия медалями также были отмечены тренеры, благодаря которым ребята достойно продолжают добиваться новых высот в выбранном ими боевом искусстве и достойно представлять республику за границей. Дмитрий Ким, Алексей Полянский, Первый республика.